Приветствую, дамы и господа. У нас сегодня такая новость. Министр финансов США Дженет Эллен прокомментировал перспективы так называемого процесса дедолларизации. Сделала она это во время заседания с конгрессменами. Как считает Эллен, США может рассчитывать на постепенное снижение доли доллара в системе мировых резервов. Однако ждать полного вытеснения американской валюты не стоит, поскольку для нее не существует альтернатив. Причем последняя не в состоянии создать даже Китай. Давайте посмотрим на эту новость и существует ли такой риск, существует ли такая перспектива дедолларизации. Давайте посмотрим на светлом провинции. Существует ли перспектива... О боже, подсказки. Нищета какая-то. Дедолларизация. Нет. 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 Сразу вот 4 карты нет. То есть реально она 3. Еще одна. Мечевые все карты, которые нет. Вот. Мечи они нет потенциальные. Здесь четкое нет. И колесо фортуны четкое нет. 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 Нет такого... Нет такой перспективы дедолларизации. Давайте посмотрим, как сегодня будет вести себя биткоин. И самое интересное то, что NASDAQ-то идет вверх, а биткоин, походу, уже совсем его медведи. Одни медведи там. Боки-медведи. Медведи. И сегодняшний биткоин. Перевернутый, то есть Пентакли, королевы. Королевы в одной дне. Пентакли. Вниз, наверное, будет идти. Печально. Вот такие вот новости. Благодарю за внимание. Всех благ. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok